Всем добрый день! У нас продолжаются дикие посадки, но в этот раз не совсем дикие, но с улицы тоже. Вот такую вот герань. Смотрите, какой хороший экземпляр. Я забрала с улицы. Они разного цвета, но не помню где какая. И вот еще вот такая. Наверное, простая герань. Не сортовая никакая, наверное, простая. Но снег вот-вот выпадет. Ну жалко ведь. Хозяин, кто, видать, посадил, высадили просто около киоска сапожного и все. Никто не забрал. Я уже от этого киоска три фикуса спасала вот так. Из-под снега прям. Ну а вот эта геранька будет у нас тоже жить. Сделала земли уже, намешала вот такой грунт. Обычный в магазине, недорогой прям совсем. Он рублей 50, наверное, стоит зимой. А сейчас даже еще дешевле. И агроперлит еще добавила туда. Да, и кто, ребята, смотрит меня, подписывайтесь. Не скупитесь на лайки. Сделайте чуть-чуть мне приятно. Ну а по желанию, кто хочет, не мотайте рекламу. Я какую-то копеечку хоть чуть-чуть заработаю. Так, приступим. На низ сыплю земли. Примерно я прикинула, корни будут вот сейчас, вот досюда. Значит, досюда я и насыплю. А внизу будет это, чтобы уже разрасталось. Вот примерно пол горшка я засыпала. Устанавливаем. Корни свежие, все хорошие. Она все лето росла, наращивала массу свою зеленую. Я убрала у нее некоторые листы. Так, вот эту надо, в эту сторону корни смотрят лучше. А это вот так. Чтобы у нас красиво-то было тоже. Вот так. Сделаю. Потом верхушки уберу. И будет вообще шикарно. Так, сбилась в смысле. Что хотела еще сказать. Пеларгония, кстати, не очень любит, чтобы ее заливали. То есть, она совсем не любит. Поливать, то есть, надо ее умеренно. А зимой тем более. У меня, наверное, у бабушки была только пеларгония. А так я их не выращивала. Какое-то время была одна, я помню. Год, может, или два. И что-то она у меня не прижилась, наверное. Так что будем по новой выращивать. Вот купить, может, бы не купила. А так вот, спасти цветок с улицы, это как щенков подбирают на улице, так же я цветы. И это не последняя посадка с улицы будет. Еще будет следующее видео. Вот то точно дикая посадка будет. Не знаю, приживется или нет. Посмотрим. Пока не буду говорить, что будем садить. В следующем видео, сами увидите. В прошлом видео я садила мяту. Уличная мята садовая. Сразу скажу, не прижилась она в той посадке. Кому интересно, посмотрите предыдущее видео. Да и вообще, кто не был на моем канале, еще посмотрите плейлисты. У меня разные есть. Так, надо не увлекаться. А то я всегда досыпаю доверху. Так. Ну, мы готовы. Вроде по центру, все как надо. Да. Все аккуратненько. Так что, кому интересно, походите по моему каналу, посмотрите, что у меня есть. Кстати, плейлист есть с похудением. Я похудела на 16 килограмм за 7 месяцев. И на этом не останавливаюсь. Я была весной 107 килограмм. Сейчас 91. Мне 52 вот в ноябре будет. Так что, девчонки, кому интересно, если уж я в своем возрасте похудела, то молодежь-то точно, кто захочет, похудеет. Так. Ну, вот за разговорами уже я и посадила. Вот она, красотка. Какая получилась. Смотрите. Поближе покажу. Вот эти верхушки я уберу, чтобы остались только низ. Масту наращивал зеленую. И второй также уберу. Этот вот уже срезан как надо. И здесь вот уже что-нибудь может появиться еще новенькое. А так вот отводочки уже есть. Хорошая. Вот эта мне нравится прям. Теперь покажу, что получилось у меня с мятой в прошлом видео. Я уже вытащила из горшка. Кто смотрел, может заметит, что вот в этом же горшке я садила мяту. Но с ней у меня слегка не срослось. Вот что стало с моей мятой. Короче, верх у нее не выжил. То, что остались веточки, сейчас покажу. Я срезала их просто. Один кустик сразу срезала, высушила. А второй вот сейчас срезала. Они вот вроде как даже и принялись. Смотрите. Вот. Вот, вот. Но остальное все опадет. Мне зачем это? Я их даже засушивать на чай не буду. Потому что они уже слабенькие. Вкуса не будет. А так, вот смотрите. Тут оно все живое. Вот это новые побеги. Их много прям здесь. И вот второй. Тоже здесь небольшие побеги есть. Но посажу оба. Прям вот этот можно поглубже. Взяла горшочек. Сразу земли туда насыпала. Вторая посадка. Проба вторая будет. Что теперь? Лучше так, чем, я считаю, я бы посадила при всех. Красивый кустик был. А потом бы молча выкинула и все. Тут, конечно, корня может и тесновато. Но цветочек в такой вот большой горшок у меня некуда просто будет вставить даже. Так, сейчас вот так прикопну. Сильно глубоко тоже, думаю, не стоит. Я в тот раз садила. Слишком глубоко, мне кажется, я все это закопала. Потому что верх был большой. И пришлось мне очень глубоко закапывать. Они бы, может, даже не вылезли оттуда. А это я сейчас вот так прям все закопаю. И буду ждать всходы свеженькие. Вот так. Мята, по-моему, тоже не любит слишком поливаться. Здесь вот влажная земля. Я даже сейчас поливать не буду. Вот так и оставлю. Беларгонию, пока я тут чуть-чуть прибралась, я сразу обрезала. Смотрите. Вот один отрезала. И второй отрезала. Ну, вот такая получилась. По центру хорошо получилась. Пожалуйста. Кому интересно, может, пользу я кому-то приношу. Подписывайтесь. Колокольчик жмите, чтобы уведомления приходили вам. С уведомлениями. Колокольчик, чтобы с двух сторон вот так как будто дзынькает он. Нажимайте. И тогда будете видеть мои новые видео. А в следующем видео будет еще дикая посадка. Не скажу, что будем садить. Заходите, смотрите. А всем пока-пока. До скорых встреч. Надолго прощаться не будем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok